Итак, сегодня мы рассмотрим с вами систему, которая называется KISS NBA Program. Система KISS расшифровывается как Keep It Simple Stupid. То есть система реально простая. Она основана на 8 трендах, которые показали хорошую прибыль с 2009 года. И эти тренды используются для того, чтобы выигрывать с этой системой. Система была разработана Кириллом, Треем и Zcode лабораторией. Главное преимущество системы в том, что она полностью бэктестирована с 2009 года. То есть есть ее результаты, которые мы сейчас с вами посмотрим. И второе ее преимущество в том, что она полностью автоматизирована. То есть она не требует никакого умственных усилий с вашей стороны, чтобы ее исследовать. Даются конкретные пики, конкретные ставки и спред, который нам нужен, и размер юнитов. То есть размер ставок также дается. Вот здесь прилагается ее график профита. Это вот график ее профита. С 2009 года все тренды вместе взяты. Это распределение по ставкам. Тут видно, что эта система использует различную величину ставок. От одного юнита, например 100 долларов, до 6 обычно. 6 в данном случае максимальный размер ставки. Некоторые тренды используют прогрессию, некоторые тренды не используют прогрессию. Но вам не нужно углубляться в эти детали, поскольку система выдает конкретный размер юнитов каждый раз. То есть не нужно даже волноваться по этому поводу. Ну вот здесь результаты по дням недели. Видно, что все дни недели прибыльные. А также распределение по различным трендам. И вот здесь говорится о том, какие тренды сейчас используются. В данный момент, пока я записываю это видео, используется 8 трендов. Однако я думаю, что в будущем, если будут новые тренды, то они будут добавляться. Либо если какие-то тренды не показывают достаточной прибыли, то они будут прекращены. Мне был дан доступ к бэктесту этой системы. Ну а давайте я сейчас переключусь и посмотрим. Вот здесь я сейчас нахожусь. В бэктестере системы KISS. Она мне показывает суммарный график снова. Тот же самый график, что я только что показывал в реальном времени. Детали различных трендов. И вот сейчас я посмотрю более детально каждый тренд. Например, тренд называется Anti-Bobcats. Есть такая команда в NBA, которая все время проигрывает. Bobcats. И мы делаем ставку против нее в данном тренде. Вот я сейчас кликну. Вот здесь график только системы Anti-Bobcats. То есть видно, она очень прибыльная. А вот здесь даны все ставки. Здесь я посмотрел все ставки, которые были с 2009 года по этой системе. И вот снова этот график. Данная система написана, что использует стандартный спред. То есть нам не нужно покупать никакие очки. И использует AB-прогрессию. AB-прогрессия это значит, что, например, первая ставка 100 долларов, а вторая ставка, например, 300. То есть мы покрываем предыдущие поражения с помощью следующего. И дальше это прекращается. То есть у нас нет никаких C-ставок. Риск достаточно небольшой. Ну вот какие еще тренды есть. Например, тренд такой, Pro-Bucks. В данном случае мы ставим на команду Bucks, когда они играют в гостях, и мы покупаем два очка от стандартного спреда. Ну вот график. То есть суммарно, например, Utah. Utah at home. В данном случае мы ставим на команду Utah, когда она играет только дома, с двумя дополнительными ставками. Flatbatting означает, что мы не покупаем очки. Мы ставим на стандартный спред. Ну вот, например, Lakers. Против Lakers. Тоже очень прибыльный тренд, особенно в последнее время. В данном случае используется AB прогрессия также. Вот тренд называется Pro-Bulls. Мы ставим на команду Bulls, когда она играет в гостях, на стандартный спред. Здесь также AB прогрессия. То есть сейчас сделано 8 трендов. Вот их суммарный график, когда эти все графики суммируются. И система говорит нам конкретные ставки, какие ставить. Ставки публикуются на форуме. Zcode в разделе NBA. Называется Kirill's Keys NBA Program. Если мы нажмем на последнюю страницу в этом топике, то посмотрим здесь Stray, Alberto, Kirill, а также автоматические сигнальные роботы публикуют ежедневно ставки. Какие нужно ставить. Вот, например, вчера какие были ставки. Вот в таком формате они обычно публикуются. Minnesota. Ставить на спред плюс 6,5. И размер ставки 2 юнита. То есть конкретно говорится, какая ставка, какой размер юнита. Ничего не нужно рассчитывать и продумывать тут. Очень простая система. Иногда вот здесь видно New Orleans. Здесь ставка была с дополнительными очками. То есть мы ставили не на стандартный спред, а мы купили дополнительно 2 очка. Поэтому коэффициент был чуть ниже. Вот мы его тоже выиграли. Вот сигналы другого дня. То есть публикуются, например, сигнал в данном случае на Utah. Плюс 7,5 спред. Такой обычно коэффициент. 3 юнита ставим. На Phoenix ставка спред плюс 9. И размер 0,4 юнита. Видно, что они оба выиграли тоже. Ну, естественно, система не постоянно выигрывает. Есть и поражения. Но если ее долго следовать, то наш график будет такой же, как здесь показан. Прибыльный. Главное следовать этой системе ежедневно. И ставки делать в конце дня. То есть публикуются ставки обычно в 3-4 часа по времени Нью-Йорка. И ST-Time. Давайте посмотрим примеры конкретных ставок, например, на сегодня. В данном случае я вижу 3 сигнала. Мне нужно поставить 3 ставки. Первая ставка будет на San Antonio Sports. Ставка на спред минус 7. И мне нужно поставить 2 юнита. Я покажу в двух букмекерах. Например, B365. Я иду в B365. Нажимаю баскетбол. Нажимаю геймлайнс. Нахожу спурс. Вот эта игра. Видно, что стандартный спред минус 7,5. И мне нужно минус 7. Поэтому перейдем в дополнительные ставки. Нажмем additional point spread. И здесь найдем San Antonio Sports минус 7. Вот здесь San Antonio Sports минус 7. Мы нажали в нее. И поставили размер ставки 2 юнита. И теперь посмотрим следующую ставку. Indiana Pacers. Ставка на спред минус 10,5. 3,5 юнита. Я сейчас покажу в другом букмекере. Переходим в 5 dimes букмекер. Нажимаем straight and rip слева. Дальше нажимаем NBA. Дальше ищем нашу игру. Вот здесь Indiana Pacers. Стандартный спред минус 11. А мне нужно минус 10,5. Поэтому я в упадающем окне выберу минус 10,5. И делаю ставку. Сколько там? 3,5 юнита. То есть, например, если мой юнит 100 долларов, то это 350 долларов будет ставка. То есть система очень простая. И если вы ей будете следовать ежедневно, то в течение сезона ваш график, скорее всего, будет выглядеть так. Успехов! Субтитры сделал DimaTorzok